Лаилуи нишмас Григория бен Михаэль. Мишны супы, перг гиммл, мишна бет. Адаса газуль, вэхаявэш пасуль. То есть если Адас так же, как и Лулав, о чём мы говорили в первой Мишне, то есть газуль или явэш, или он высох, или он не принадлежит тому, кто им собирается выполнить заповедь. Шель ашра вэшель иранидахат пасуль. То же самое, что мы говорили про Лулав, относительно Адас, ашра и иранидахат, помним, что это такое, пасуль. Иранидахат и ашра. Говорили, окей. Дальше, оп. Вот теперь, нектамро, нектамро ишо, и если отрезана голова, нефрецу алав, или осыпались листья, о, шигаю анавав меру бот ме алав, или если написано, анавим, это буквально виноград. Вот, имеется в виду плоды, их больше, чем листьев, пасуль. Вэйм меат кашер. А если их немного, тогда кашер. Вэйм меатин бьём тоев. И не уменьшает количество этих плодов в ём тоф. Ну, вот то, что нам сказала Мишна. Бартанура здесь нам поясняет. Нектамро ишо и пасуль. Влейт илхэс. Так. Нектамро ишо. Давай посмотрим. Вот. Нектамро ишо и ютбэйс. Ютбэйс нам икор, то есть, то есть, поясняет одну вещь. Вот то, о чём мы говорили. Ютбэйс вот здесь, то есть, то есть, говорит так. Нектамро ишо и афальгав дэбэлэлэлэв пэруш рэйша хаалин. Несмотря на то, что относительно лулава. Нектамро ишо и отрезана голова. Имеется в виду рэйш хаалин. Голова листьев. Хайну. Мишум дэбэлэлэлэв лэулам. Хаалин лэмала. Ютс им мироша шедра. Потому что в лулаве всегда листья наверху выходят из позвоночника. Не знаю, как сказать, да? Игилках рэйш аалин некра рэйш. Поэтому голова листьев называется рожь. Ну, как бы реально представляем. Лулав, то есть, как бы у него длинные листья. И они, как бы, вот являются головой этого лулава. То есть, там понятно, что имеется в виду нектам рэйшо и обрезанных голова. То есть, имеются обрезанные листья. А вальхадас, но относительно адас. В арава. И также арава. То, что будет в следующей мишне. Эйн хаалим хаэльюним ютс им мирош ха бад. Вот из головы бад. Здесь он называет бад. А вальхадас в арава. Повторяем. Да, вот здесь читаю. А вальхадас в арава. Эйн хаалим хаэльюним ютс им мирош ха бад. Значит, верхние листочки, они не выходят из головки этого, из кончика этого веточки, да, бада. Эла дэпэамим роиша бада. Гу хаалак иногда. Вот эта вот веточка, она гладкая. Поэтому здесь голова, которая отрезана и делает пасульный, да, пасульный адас и арава. Также имеется в виду сама веточка, да, сама веточка. Вот что нам тут поясняет Тезисемитер. Сейчас посмотрим, да. Вот картинка у нас эта. Здесь он поясняет Никтам хаэц. То есть вот так. То есть он говорит так. То есть в отличие от лулава. Вот здесь он, вот это называет бада. Вот, ну как сказать, сам стержень этой ветки. Вот. Там он называет шедра позвоночника, а здесь называет бада. Так вот. Значит, то есть поскольку здесь листья не выходят из кончика этого бада, то имеется в виду, и бывает так, что кончик бада, он пустой, гладкий, как бы, да, то есть там нету никаких, вот. И поэтому, ищет, и поэтому только, значит, Никтам ройшо отрезан голлами. Я имею в виду, если отрезан этот кончик этого бада. Даже если из бада торчит листочек, вот из кончика этого бада, вот. Все равно, если этот листочек оборвать, он будет кошерный. То есть в данном случае имеется в виду Никтам ройшо, Никтам бад сам бад. То есть даже если опадет верхний листочек. Так, это мы прочитали Мишну и Тесвисьемитов, а теперь Братануры. Никтам ройшо. Братанур говорит так. В лейт гилхасе ки стам мастнисин. И закон Аллаха не как стам мастнисин. Стам мастнисин имеется в виду вот то, что сказано в Мишне, прямой смысл. Стам мастнисин. Элла керабит тарфын. А как арабит тарфын. Аллаха как арабит тарфын. Де омар лэ каман, который скажет дальше. Афилу шло штан ктумим кшрим. Даже если три адаса, берем три адаса. Все они, да, то есть обрезана голова. Братанура говорит, они кшрим. Да, то есть их можно использовать в качестве лава. Дальше. Оп. Если тут нам такая интересная фраза в Мишне. О шигаю анавав мирубот миалав. Если винограды, виноградинок больше, чем листьев. Что это за виноградинки такие? Братанура поясняет. Анавав, виноградинки, это при, это плоды. То есть это растение. Есть плоды у этого растения. Адас. Ешбо. При Ешбо. У него есть такие плоды. Шедумэ ланавим. Которые похожи на виноградники. Да. Сейчас тут картинка была у нас. О. Вот. Картинка такая. Да. Сейчас, секунду. От Братануры там. Это не будет. Значит, вот. Что значит? Не фрицу алав. Не фрицу алав. Это опали листья. Вот. И анавав мирубот миалав. И виноградинок больше, чем листьев. Ну, тут вот нарисованы такие, как бы, не знаю, плоды, цветочки. Да. Кажется, я видел где-то давно, правда. Вот что-то похожее такое в реальности. То есть, тогда, если этих вот плодов вот этих вот больше, то тогда это не кошерно. А если нет, тогда да. Кошерно. Мирубот миалав пасуль. Что это значит? Ло шануэла шхорот. О. Адумот. То есть, то, что мы говорили, что если этих плодов, да, ановим, ановав больше, чем листьев, что они пасулят. Наш адас. Это если эти листья, как бы, плоды черного или красного цвета. Аваль ерако, ерукот. Ерукот. Минэ хадасху вы кошер. А если это зеленый. Минэ хадасх. То это и считается, что это и есть сам адас. И он тогда считается кошерный. Да, то есть, вот такая. Вот так Бартонор поясняет. Это, да. То есть, вот что за плоды, которые пасулят. Если это зеленого цвета, то если считается адас, другого, любого, другого цвета, это кошерный. Это не пасулят. Почему в Йомтоф нельзя адас? Ну, исправить. Ну, потому что получается, митакен.